друзья привет с вами снова подкаст в ручном режиме я алексей романенков seo компании руки и у меня в гостях сегодня глеб кощеев генеральный директор компании sensei глеб привет добрый день и мы развиваем в общем излюбленную тему в частности того что привлекать новых клиентов дороже и об этом написано во всех книжках об этом это подтверждают исследования дороже чем работать с уже существующей клиентской аудитории как-то делать этих клиентов лояльными а в идеальном каком-то сценарии может быть даже превращать их в агентах влияния которые как-то подскажут своим знакомым и друзьям а вас расскажут и скажут где где лучше приобрести тот или иной сервис или услугу глеб собственно вопрос вот о чем казалось бы все знают о том что работать с существующей клиентской базой проще я буду дешевле прежде всего мы уже затратили деньги на то чтобы ну хотя бы один раз сделать этого этого посетителя может быть там сайта уже превратить его в клиента однако ну вот как правило так вот послушаешь какие-то совещания маркетинга все говорят про воронку регистрации лиды из пополненные или не пополненные там какие-то балансы но вот фактически весь маркетинг зачастую убивается в новых и совершенно не смотрит в сторону не хочется говорить старых но как бы существующих да вот почему так не понимаю лень отсутствие грамотности вот что это ну мне кажется в первую очередь все идет от руководства потому что во первых крайне редко в руководстве компании появляются люди из маркетинга ну как правило они приходят с других сторон а чаще всего это если мы говорим про некрупный бизнес а там средний малый иногда это еще и владелец компании там основатель так или иначе всем руководит и в его понимании у него настолько хороший бизнес что клиент однажды к нему попав должен его полюбить сразу и влюбиться приходить снова и снова это и по идее никаких усилий не должно требовать если он правильно настроил все все процессы все компания работает хорошо он надеется что это так поэтому маркетологи знают что наверное что лояльность требует усилий но как раз руководители это чаще всего не знают это первая причина а вторая причина мне кажется заключается в том что очень сложно строить теперь в области удержания клиентов потому что по идее он и так уже есть и если мы говорим про нового клиента там все очень просто мы привлекли новых вот они новые лиды вот они новые конверсии это заслуга маркетинг однозначно и от нее можно построить премии там или различные мотивации когда мы говорим про существующих клиентов а кто знает из чего он пришел то есть он остался довольно покупкой на замечательно отработали ссылой маркетинг тут вообще ни при чем у нас он не знаю пообщался с поддержкой и очень в восторге от поддержки это тоже опять таки не силы и не 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 маркетинга поддержка возвращает клиента нам снова и снова и тут очень тяжело как-то прямо точно построить кипя и маркетинга и поэтому очень редко лояльность включают в эти самые кипя и отсюда понятно что маркетинг занимается тем за что ему больше всего платят что оценивают я редко встречал в отделах маркетинга именно системы мотивации построены на удержание клиента слушай вот очень интересно ну вот коль ты сказал тяжело построить и ты сказал что все-таки редко но встречал а можешь поделиться ну вот раз уж слушатели у нас есть аудитория ну примерно вот какие кипя и какие параметры можно было бы включить именно вот с точки зрения повторных продаж какого-то возврата клиентов что доводилось видеть так вот чтобы людям не с нуля придумывать а все-таки послушать опыт уже людей поживут им именно чисто вот так абстрактные кипя и привязаны просто к повторным продажам практически нигде не встречал все-таки есть подход так или иначе вороночный условно и его просто переменяют каналам возвращение клиентов ему и маккетингу смс-маркетингу сколько конверсии из емейло произошло может быть там если правильно настроить аналитику можно даже отложенные конверсии посчитать когда человека пришел семейλα ничего не купил через там неделю вернулся все-таки что-то сделал там и частично можно засчитать отдел с продаж частично можно все-таки маркетингу посчитать вот такие системы все таки это построение воронок продаж в В основном это различного рода рассылки, но иногда еще колл-центр, да, если там есть практика обзванивать существующих клиентов колл-центром, да, тоже туда включается. Ну, вот это все-таки такая, ближе опять-таки к рекламной KPI, не чисто лояльность как таковая, потому что ее измерить очень тяжело. Ну, а вот какие-то вещи, если, ну, это, видимо, конечно, для SaaS-ов, ну, вот мы-то SaaS-платформа, вы SaaS-платформа, да, наверное. Для SaaS-ов это вот время в жизни в системе, это как-то говорит о лояльности или, например, количество продуктов, купленных вот на одного там абонента. Он же вот приходит, как правило, в наших платформах существует там какой-то ассортимент, и вот вопрос, зачастую клиент, может быть, пришел на один какой-то продукт, но вот наша задача, чтобы со временем он там взял какой-то второй, третий, четвертый, вот, ну, это как косвенные какие-то показатели. Это, в принципе, свидетельствует о лояльности клиентов, но KPI из этого строить действительно очень тяжело, потому что, ну, например, всегда маркетинг, можно сказать, и в плюс, и в минус, у нас такой интерфейс. Ну, вот клиенту удобно, клиенту неудобно, клиенты разочарованы из интерфейса, и поэтому уходят. И наоборот, клиенты очень очарованы интерфейсом, они там замечательно в нем работают, и тогда разработчики говорят, а при чем здесь маркетинг вообще? То есть клиенту радуется нашему классному продукту, который мы сделали, и маркетинг вообще ни при чем. Поэтому здесь, безусловно, измерять лояльность можно, а вот приписать ее конкретным заслугам конкретного менеджера уже становится очень тяжело. Окей. Ну, то есть, и, видимо, только, да, на довольно большом интервале это можно понять. Там, не знаю, минимум от полугода, а так-то вообще, может быть, и там, и на годе. То есть на каком-то коротком интервале это будет не проблема. Ну, еще, если четко считать LTV во время жизни клиентов, ну, lifetime, точнее, время жизни клиента, понимать и видеть, что после каких-то определенных маркетинговых действий оно резко увеличилось, то есть, да, это однозначно можно записывать заслугу каким-то каналам удержания, маркетингу и так далее. Ну, да, а скажи, пожалуйста, а вот стратегия удержания и допродаж в B2C и B2B сегменте, она, ну, явно, конечно, отличается? Вопрос, как бы, чем? Ну, какие можно такие основные выделить моменты? Ну, здесь очень просто. B2C – это, в первую очередь, эмоции, это эмоциональные покупки. В той или иной степени, конечно, там есть продукты более рациональные, как банковский кредит, хотя их тоже на эмоциях берут иногда, но там, условно, можно взять покупку квартиры, да, это, конечно, более рациональное решение все-таки, хотя тоже присутствует доля эмоций. Есть покупки совершенно эмоциональные, это там женская брендовая одежда, вау, понравилось, все, берем. А B2B, как правило, эмоции не работают вообще, потому что это всегда решение коллективное. Ну, есть пограничный вот этот самый сложный случай, это ИПшники, да, или там совсем малый бизнес, когда решение все равно принимает руководитель, и он, по сути, это тоже B2C, но только формально покупает B2B-шные продукты, есть такая небольшая прослойка. Но если мы говорим уже про такой бизнес крупнее микро, то там уже решение, как правило, коллективное, и эмоциональная составляющая вообще отсутствует. И вот если как раз как играть на эмоциях, написано тонны книжек, это, в общем-то, поизученный процесс, достаточно простой, ну, нельзя сказать простой, но он понятный хотя бы, там, с ним можно допустить много ошибок, то вот с B2B все намного сложнее, потому что там нет вот этих правильных рецептов, и каждый бизнес для себя должен открывать свои собственные механизмы. И вот, если честно, по моему опыту, талант маркетолога в B2B требуется гораздо больше, чем талант маркетолога в B2C, потому что в B2B готовых процессов, готовых рецептов нет, там каждый раз приходится придумать что-то свое. Ну, да, ты прав, и, в общем, естественно, я же готовился и смотрел, помню, как ты упоминал, ну, тот же мой склад, допустим, который действительно делал, ну, своего рода, ну, или делает своего рода такой дайджест, вот, не знаю, библиотеку предпринимателя, и там постоянно публикуются, ну, какая-то польза для бизнеса, для предпринимателей, знакомясь там с разного рода какими-то сервисами, причем, может быть, это даже не обязательно вот только лишь мой склад, но просто какие-то вещи, которые помогают в автоматизации и каком-то развитии масштабирования бизнеса. У меня есть пример, как люди делали очень интересные рассылки, о которых ходили легенды, бетонного завода. Реально все, кто получали, говорят, что вот это прямо, я открываю, и у меня наслаждение. Причем, это, говорят, люди, ну, реально бизнесмены, которые, в общем-то, чуть не про эмоции, но, тем не менее, бетонный завод, креатив, казалось бы, да. Да, да, слушай, ты знаешь, я здесь поддержу, друзья, не могу удержаться, но вот действительно, вот как продавать вот такие вещи, как бетон? Дело в том, что мне приходилось когда-то, да, в жизни, то есть, если вы себе представляете, бетон такая неприглядная серая жижа, и, в общем, вот как это, ну, то есть, как это упаковать, как это продать, и вот то, что Глеб сейчас упомянул про рассылки, и я помню, что мне тоже доводилось, по сути, мне нужно было как-то вот в Москве этот бетон продавать, и мы организовали несколько мероприятий, которые очень широко освещали, и вот, опять же, как Глеб упомянул, это, может быть, там, e-mail рассылки, это еще какие-то там разные публикации и репортажи, но в целом, то есть, мы привлекли студентов с Трогановки, которые тюнили, ну, я имею в виду, рисовали там тюнинг этих бетономешалок, мы пригласили там разных экспертов, которые работают с химическими составами, чтобы эти бетоны там не замерзали или, наоборот, не высыхали там летом в жару, но действительно, это такой вот непростой продукт, но, в общем, кажется, что все-таки на то он и маркетинг, что можно придумать, как продавать любой продукт, ну, надо, конечно, с этим как-то поработать, то есть, понять, кто целевая аудитория, какая у нее боль, ну, и дальше, так сказать, уже там понимать, как эту боль можно снимать, как с этим работать. Слушай, ну, смотри, мы как будто даже вот логически как-то подошли вот к этому вопросу, что если, да, значит, какой-то бизнес, сейчас не берем там B2C, B2B, так немножко, да, усредняем. Вот все это время упарывался в там новых клиентов, в новые какие-то лиды, и вот вдруг, послушав нас, решает, слушай, ну, действительно, за последние там пару лет через меня прошли там сотни или там тысячи уже клиентов, так или иначе у меня сохранились их телефоны, e-mail'ы, они, как правило, их там оставляют, значит, где-то в магазинах, в точках продаж. Хорошо. Вот как подойти к моменту, ну, вот я имею в виду, к моменту начала, если еще этим не занимались? Ну, какие-то вот такие, не знаю, основные какие-то главные шаги, о чем подумать? Я понимаю, но на самом деле хочется начать с того, что как раз если просто вот в течение нескольких лет сохранились какие-то телефоны, e-mail'ы, то, скорее всего, их можно выкинуть, потому что самая первая, к сожалению, сложность, и она на самом деле основная, это сбор контактов как раз и заключается, потому что, ну, и здесь сложность и с точки зрения закона формальной, и с точки зрения общечеловеческой. Давайте будем считать, что, в принципе, основное общение бизнеса с человеком, это как общение двух людей. Вот представьте, что у вас есть некий знакомый, и вы хотите с ним каким-то образом общаться. Поставьте своего покупателя на это место, или себя, наоборот, на место покупателя. А если никто не проявлялся в два года, и вдруг внезапно звонит и говорит, там, одолжи 10 рублей, там, не можешь ли подъехать, тут выручить, ну, скорее всего, пошлете человека далеко и надолго, да. Поэтому тут, во-первых, необходимо начинать контактировать сразу, напоминать о себе, раз. А во-вторых, ну, спрашивает ему человека разрешение о том, что с ним контактировать, чтобы вы не просто собрали телефон, e-mail, чтобы он понимал, что у него что-то будет приходить, какие-то... Это формально с точки зрения закона необходимо соблюсти, потому что иначе жалобы... Ну, я знаю, просто к нам приходят Роспотребнадзор и ФАС в результате рассылок иногда наших клиентов. Мы говорим, да, вот... Даже к вам. Айпишники-то наши, они приходят сначала к нам, мы говорим, вот, контракт этот разослал Вася Пупкин, и они дальше уходят к Васе Пупкину, потому что я знаю, как регулярно они приходят к этому. Вот, поверьте, приходят. Поэтому формально закон здесь лучше соблюдать, особенно с точки зрения смс. Вот с точки зрения e-mail бьют не так сильно, по смс-кам бьют очень сильно. Чувствительно для бизнеса, раз. Во-вторых, с точки зрения сбора контактов очень важно собирать контакты не только покупателей, но и посетителей. Это очень сложно бизнесу понять. Но вот, кстати, офлайн-магазины здесь очень хорошо работают, потому что офлайн-бизнес прекрасно представляет, кто такой клиент. Тот, кто пересек порог магазина. Он уже клиент, все. А вот у онлайна почему-то есть такая странная профдеформация, что клиент только тот, кто купил. А посетитель сайта – это некая абстрактная цифра в воронке продаж. Вот в них тоже надо научиться видеть людей, и самое главное – научиться с ними знакомиться. Потому что в каждой сфере бизнеса есть такой параметр, как прибыль на контакт в базе. Вот если вы там, не знаю, магазин электроники, то можно даже цифры найти, сколько магазин электроники зарабатывает на новом контакте в базе. Поэтому получение контакта в базу – это конверсия. Те бизнесы, которые это понимают, у них очень резко увеличивается прибыль. Серьезно. Слушай, ты знаешь, я здесь, прости, пожалуйста, что перебиваю, но я просто добавить, вот прям ты разовьешь дальше, получение контакта в базу. Я вот уже в нескольких наших подкастах говорил, что, ребят, еще вот в ту пору, когда, ну там, ездили к нам посылки там, да, из-за рубежа, я как-то зашел на сайт New Balance прикупить себе кроссовки. И поскольку я делал это впервые, то New Balance мне сказал, о, старичок, оставь нам свой e-mail, и за это ты получишь 15% скидки. Ну, хорошо. Слушай, ну, в итоге, когда я, в общем, выбрал, приобрел кроссовки на тот момент там за 400 долларов, и они мне сделали 15% скидки, то есть выходит, что они за мой e-mail отдали 60 баксов. Ну, это вот просто к вопросу стоимости вообще получения контакта в базу. Но теперь уже я много лет получаю материалы от New Balance, да. Да, да. И вот есть, даже, кстати, есть бизнесы, конкурентов Алиэкспресса, я видел, я сейчас не помню название, к сожалению, вылетело с головы. Вот фабрика Коляев так долгое время делала, кстати, не знаю, делает ли до сих пор. Там нельзя посмотреть товары, пока не остаешь контакт. Просто. Ну, то есть вход в клуб, оставляешь контакт, и тебя пускают смотреть товары. Ну, это жестко. Это экстремально, да, но, тем не менее, там, на самом деле, резко сокращается трафик, зато потом прибыль растет, потому что со всеми, кто прошел дальше, можно контактировать через ретаргетский, дорогой. Ты знаешь, ты упомянул еще, опять же, вот здесь у нас приветствуются любые какие-то, ну, там, лайфхаки или какие-то наблюдения, скажем, вот если мы вдруг видели у кого-то очень удачные механики. Поэтому мы вот делимся. Ты знаешь, ты упомянул Алибабу, там, Алиэкспресс, и я помню году где-то в 16-м, когда они заходили, ну, так, активно прямо заходили в Россию, и, я не знаю, там, скупили просто вот вообще весь мыслимый и немыслимый там инвентарь рекламный. Но ты знаешь, что интересно они делали? Они в рекламных сообщениях говорили, что если ты установишь их мобильное приложение и сделаешь этот же заказ, но не на сайте, а в мобильном приложении, ты получишь 5% скидок. Фактически что они делали? Они конвертировали эту аудиторию в приложение, чтобы потом ее уже не покупать, и чтобы уже через приложение можно было там пушами, какими-то напоминалками и прочим вот с этой аудиторией взаимодействовать. Вот тоже своего рода механика. Нет, нет, в мире нет ничего дороже контактов. И это на самом деле вот сейчас самая большая валюта в интернете – это контакты и данные о покупателях. Вот, и если у вас получается это собирать на как можно более раннем этапе, вы больше зарабатываете. Все это железное правило. И вот после этого как раз второй этап для бизнеса – это начать правильно общаться. И тут самое главное, что понять, что если вы контакт довольно тяжело приобрели, вы за него заплатили, это конверсия в том числе, то не надо его терять глупыми рассылками. Прежде чем что-либо отправить, необходимо подумать, что. Потому что есть такой классный человек. У меня прям как раз этот вопрос – как не перегнуть? Есть такой классный человек – Сэд Годин, который автор «Фиолетовая корова» известный. У него есть еще потрясающая книжка, называется «Доверительный маркетинг» или «Маркетинг». До сих пор не знаю, как правильно произносить. Так вот, там он написывает, что есть два вида маркетинга. Есть отвлекающий – это традиционная реклама. Она нас отвлекает. Она там висит баннером, она там брероликом, она мешает нам сделать то, что мы хотим. Но там мы ее не можем избежать. Так вот, в каналах общения с существующими клиентами этот прием вообще не работает, потому что там общение прорывается вот так. То есть вы отписались, заблокировали, добавили спам и все. И для бизнеса это сразу убыток, потому что есть получение контакта, конверсия, отписка – это убыток. Все, вы не заработаете на этом человеке. Поэтому не нужно надоедать абсолютно точно. Нужно прежде, чем что-либо послать, понять, а интересно ли это человеку. Рассылки «Ура, на склад!» поступила замороженная рыба всем, кто купил у вас от шнурков до пулемета. Это неправильный бизнес. Так делают большинство, но это неверно, потому что база начинает отписываться, сокращаться. Даже если формально вроде вы куда-то отправляете, и там вроде люди получают, это может падать в папочку, никогда не читать, и это никакого внимания к себе не привлечет. Поэтому прежде, чем отправлять, необходимо сделать их интересными, насыстить интересным контентом и стараться собрать как можно больше данных о клиенте, чтобы отправлять ему то, что ему будет интересно, а не обо что. Вот самый главный рецепт. Так же, как вы общаетесь с другом. Вы не начинаете его в сторону, его с какой-то, не знаю, пулемет мемчиков смешных организовывать. Вы, наверное, все-таки спросите друга, как у тебя дела, он скажет, как семья. Еду на рыбалку, да, еду на рыбалку, вы обсудите с ним рыбалку. Вот так же надо приступать с клиентом, то же самое. Задача пройти клиента в друга. Лояльный клиент – это друг бизнеса. Частенько я вижу, бизнесы, ну, как-то заигрываются в разного рода там кэшбеки, скидки, там, карты лояльности, которые, ну, в общем, сори, но слово лояльность, по сути, заменила собой, ну, там, вот, ну, просто скидку, а я бы сказал даже, ну, чуть ли не, там, демпинг. И кажется, что вот эта штука со временем, ну, просто обесценивается. И если мы посмотрим на некоторые ниши… Да, она уже обесценилась, уже практика показывается, она уже не работает. Да, то есть на некоторые ниши, посмотри, там, не знаю, пластиковые окна или, там, кондиционеры, там скидок меньше 50%, ну, никто не предлагает. То есть кажется, что просто, если ты предложишь 20%, ну, ты лузер, просто вот все остальные предлагают 50%. Вот. То есть вот эта история не работает. Собственно, как придавать ценности своим, ну, там, своим предложениям и вообще вот чем конкурировать, как обращать на себя внимание? А, опять-таки, дружбой. Ну, то есть сейчас есть две валюты, которые очень много кейсов, очень много исследований показывают, что есть две валюты, которые важнее для человека, чем деньги, чем скидка. Конечно, ну, не будем брать вот ту категорию людей, которые выживают прям совсем там на зарплату, которые там купить лишнюю морковку, это действительно проблема. Да, там цена, это однозначно все. И не будем брать люксовые товары, потому что квартира 5% скидка, на квартиру, за нее можно удавиться. Да, это огромные деньги. Вот если берем такой товар народного употребления, то там есть две валюты, которые ценнее для человека, чем деньги. Это приятные эмоции, экономия времени. Вот время сейчас реально стоит дороже уже денег. Средних скидок, которые можно получить. Вот, и поэтому, если вы для человека экономите время и дарите приятные эмоции от его общения с вашей компанией, с вашими коммуникациями, то он готов просить отсутствие скидки. Это есть даже кейс в магазине-дискаунтере, делали даже проверку, когда ставили два ящика, одни овощи абсолютно идеальные, нормальные, по адекватной цене, а второй микс был, прямо специально старались, 50 на 50 этих же идеальных овощей с порченными. И там было очевидно, что там можно набрать вот эти вот хорошие овощи, в том числе ящик. Надо было потратить время покопаться в этой, ну, немножко гнили, помидоры там не очень приятные, которые не свежие. Вот, но там за скидку 50%. И это ставили в магазине-дискаунтере, не азбука, вкусы какой-нибудь, а вот типа магнит, дикси и так далее. И смотрели, к какому ящику подходят люди, 95% подходили к ящику, где без скидки быстро набрать, не испытывая неприятных эмоций. Если мы говорим о более там даже продуктах более высокого ценового класса, там это тем более работает. Поэтому если вы интересны, если вы экономите время, выстраиваете дружеские отношения, вам готовы простить отсутствие скидок. А карточки лояльности сейчас очень много исследований, даже вот недавно бы не потравилось, было оно, правда, в Европе проводилось, но там все магазины, которые запустили программу лояльности в последние 5 лет, прибыль уменьшили. Да, потому что плюс карточка лояльности не работает абсолютно давно уже, у вас есть, как у покупателя, карточки всех магазинов этой отрасли. Если вы там активно покупаете одежду, у вас карточка, наверное, всех магазинов в ближайших двух торговых центрах есть. Ваше решение пойти туда не основывается на том, есть ли карточка. Вот, да. То есть кажется, что вот эта карточка лояльности, она не возвращает клиента, и она не гарантирует, ну или, в смысле, не стимулирует, скажем так, повторные какие-то покупки, ради чего как будто и задумывалось. А вот, ну, если случайным образом, случайным, совершенно мимо шел, клиента к тебе занесло, а человек на кассе спросил, а у вас карта есть? И ты такой, ну, по номеру телефона. Окей, но ты продал дешевле. В смысле, вот ты продал дешевле, хотя мог бы продать дороже. Так оно и работает. Это просто отрекционная раздача денег на данный момент, и она не влечет за собой никакую лояльность. На самом деле, карточка – это повод получить контакты по покупателю. Это еще один повод собрать контакты. Вот дальше надо ими правильно пользоваться, и лояльность появится от того, если их правильно использовать. Слушай, ну вот ты говоришь, все-таки, да, вот, прежде всего, выделяться, привлекать внимание, ну, я буду клиентов, напоминать о себе, ну, вот прежде всего, какой-то заботой, дружбой. И, мало того, мы даже с тобой говорили про вроде бы чем отличается там B2C, B2B, однако вот кажется, что и в том, и в другом случае, если мы действуем, ну, скажем, в рамках правила win-win, да, то есть как бы вот мы даем какое-то благо, да, мы несем какую-то пользу, неважно, если это конечный покупатель или это какой-то бизнес, который может быть там нашим клиентом, то, ну, фактически вот эта дружба, какое-то доверие, в общем-то, и возникает. Я просто хотел спросить, исходя из твоей, в общем-то, большой насмотренности, у вас там, не знаю, тысячи клиентов, не знаю, вот что тебя из, может быть, российских примеров, ну, как-то приятно удивляло, как-то вот радовало, ты говорил, ух ты, вот красавцы, вот не знаю, что ты можешь выделить? Когда приятно удивляло, когда на самом деле компания превращает свои рассылки в интересную ленту, которую интересно читать само по себе, главное, эти компании не в каждом письме даже пытаются что-то продать. Это, кстати, вот то, что как раз не работает на B2B практически, но редко работает, оно работает на B2C, они вас развлекают. У меня есть любимый магазин, который продает кофе, я крайне редко заказываю, честно скажу, потому что проще, конечно, дойти до ближайшего магазина, я обожаю читать их рассылки, потому что я открываю каждый раз, и иногда покупаю, просто тоже благодаря рассылкам, потому что они о себе напоминают. А в рассылках они могут рассказать о Кении, как о стране, о том, что вообще, вы, конечно, в Кению не поедете, давайте мы расскажем, что там можно было бы посмотреть, если вы туда поехали, и так далее. Такая гастродипломатия. Гастродипломатия, да, они постоянно развлекают, там очень креативные тексты пишут, и меня это всегда очень радует. Извините, авиасейлс, их рассылки, они уже притчи в языцах, потому что там офигительно креативные люди сидят, я, кстати, знаю, как они там, видел их знаком, как они работают, тоже совершенно очаровательные вещи, да, они там просто стимулируют интерес к туризму, не навязывая купи-купи-купи их там в каждом письме. Да, да. Ты знаешь, я здесь плюсану, ну, я как-то тебя поддержу, мне приходилось тоже с ними, там, с этими ребятами сталкиваться, и когда вот, ну, мы планировали, да, как-то там разместиться, планировали какую-то интеграцию, то я помню, что они даже сказали, значит, ребят, стоп, вот от вас фактура, а дальше мы напишем сами, и интегрируем это вот с какими-то своими материалами сами, то есть они настолько как-то владеют своей аудиторией, вот у них настолько какой-то свой, ну, там, стиль подачи, язык какой-то, да, что, да, хорошо, они берут от тебя голые факты, но дальше они это вот перерабатывают именно вот как-то через себя. Потому что они нашли свой язык, они знают, как общаться с своей аудиторией, как быть интересными, и, кстати, еще мне очень нравится в этом отношении пример пасты сплат, который наладил этот контакт путем размещения, не знаю, покупал ты или нет, письмо генерального директора в каждой пачечке лежит. Я знаю людей, которые ради этого покупают просто, потому что это письмо вообще не про продажи, там очень личный текст, такой креативный, классный, эмоциональный, про что-то личное и так далее. Его интересно читать прямо просто как клиенту соцсети, по сути дела. Слушай, очень прикольно, и главное, что, ну, там, я так, условно, там, понятно, зависит от семьи, но, там, ну, допустим, если тебе там тюбика пасты, там, ну, не знаю, там, на две недели или на месяц, то вот в целом, в общем-то, вот ты там раз в две недели, раз в месяц, ну, как-то касаешься компании, я ему думаю, вот как-то немножко за рамками вот этой пасты, а ты что-то слышишь от, ну, там, от человека, который вот с тобой разговаривает и что-то тебе рассказывает. Классно. Слушай, какие самые ценные данные для маркетинга, данные клиента? То есть, вот что самое главное? И давай тогда еще немножко это продолжим. что можно собирать со временем? Ну, наверное, самое главное это получить e-mail, там, и телефон, да, но дальше потихоньку-потихоньку можно вот этот клубочек как-то распутывать и что-то еще узнавать. Естественно, самое ценное, это типичная картина потребления, что человек покупает регулярно, потому что нерегулярно мы не вычислим никогда, естественно, да, то есть, если человек вдруг возникла мысль, а не купит ли мне металлоискатель какой-нибудь, да, но это мы никогда не поймем из его поведения, никогда не вычислим, только по результатам его поиска. А вот всякие регулярные вещи, которые как раз, на которых зарабатываются деньги, как говорил мой знакомый, олигарх один, продавать бриллианты приятные, но деньги делаются наживать на резинке. Это так. Да, и вот как раз вычислить периодичность потребления наживать на резинке и вовремя ее подсказывать, это как раз самое ценное для маркетинга, что только есть. Вот, а картина потребления, ну, она всегда достаточно типична. У всех продуктов есть период использования, даже если человек купил стиральную машину, все равно есть статистика по рынку, не проще ли купить новую. Если в этот момент возникнет предложение, кстати, а тут на новую, не задолбался ли ты чинить, вот есть новая модель, то уже производитель, к которому ты привык, но она там сейчас с ударной скидкой, то, скорее всего, он купит у вас. И вот это самые ценные данные, да, но, как правило, у бизнеса их нет, и вот здесь как раз выступают посредники типа нас или типа других компаний, которые могут иногда данные и обогатить каким-то образом. А скажи, пожалуйста, как-то могут, вы, может, тоже расскажешь, как-то используете уже нейросети именно вот с обработкой клиентских данных или с анализом клиентских данных, с тем, чтобы выявить какие-то закономерности или выявить какие-то, может быть, неочевидные данные, которые вот, ну, нейросеть подсветит, которые вообще стоило бы начать собирать, потому что мы вдруг видим какие-то закономерности. Ну, на самом деле, тут есть легкая путаница, потому что под словом нейросети сейчас понимаются в основном эти лингвистические алгоритмы, которые стали популярны в ГПТ, различные ГПТ-модели, в том числе вырослующие картинки и так далее. А на самом деле они как раз в анализе бесполезны. Ну, во-первых, они очень любят привирать, когда им этого хочется, во-вторых, они заточены немножко по другое. А то, что ты называешь анализом, это уже давно делается, но нейросети ни при чем, это, собственно, бигдата, метод анализ бигдата, это чисто математические алгоритмы, но они есть, да, в том числе с машин леунинг, так называемым. И мы их применяем, и их много кто применяет, и, естественно, они используются. Но это, на самом деле, не модная тема нейросетей, это существует лет 10, как и практически в этом отношении не изменилось. Проблема здесь, скорее, не в алгоритнах, а в том, что данных для них не хватает. То есть, если я знаю, вот эти алгоритмы хорошо работают в компаниях масштаба крупного зеленого банка или крупного, там, не знаю, красного банка или крупного красного... Ну, да, когда у тебя там, не знаю, 100 миллионов абонентов. Да, да, вот тогда начинают вот эти алгоритмы замечательно себя проявлять и работать и так далее. Когда мы говорим о среднем интернет-магазине с 10 тысячами клиентов, то, правильно распределив их на сегменты, он получит в каждом сегменте по одному человеку. Дальше все, анализ на этом закончен. Поэтому там, конечно, все применяются какие-то упрощенные абсолютно вещи, тривиальные, как вот мы строим портреты клиентов чисто на математике и смотрим, кто на кого похож просто по картине потребления. Вот эти вроде похожи, одному понравилось вот это, давай другому похожему тоже что-то такое же предложим. Вот, это такие простые алгоритмы без нейросетей. А вот что касается нейросетей, они, кстати, в плане контента хорошо справляются. Вот, если письма еще, чат ГПТ и аналоги писать не научился, то темы проверенного он составляет лучше человека. То есть мы скармливаем ему текст письма и он придумывает для него креативную продающую тему и наше исследование мы уже проводили пару раз, показалось, что человек сочиняет хуже. То есть показатели открываемости у чат ГПТ лучше уже. Здорово. Ты знаешь, здорово. Это очень круто. Я ему думаю, ну, по сути, насколько я понимаю, это вот еще как-то по моим каким-то, ну, там, когда-тошнему опыту с прессой, да, в общем-то, заголовки продают. И поэтому кажется, что вот, ну, там, хороший такой вот цепкий заголовок, он, в общем-то, ну, делает половину дела, чтобы человек уже там, ну, открыл и провалился дальше. Ты сейчас сказал, да, я тоже... Давай-давай. Приведу короткий пример. Еще у нас разработчики очень часто внутри нашей системы выкладывают новости, что они сделали. Вот буквально там тезисно. И то есть в платформе, в которой мы это там работаем внутри, в ней есть встроенный механизм чат ГПТ. Вот. И они в один прекрасный момент, а давай, говорит, мы подключим его, чтобы он оформлял нам вот это. И чат ГПТ сделает потрясающие вещи. Он говорит, мы сделали вот это, вот это, пишет разработчик, а чат ГПТ добавляет, чтобы облегчить пользователю вот эти вопросы. Это сразу превратило эту ленту в сделанную намного интереснее. Хотя, ну, какие-то очевидные вещи, да. Ну, поэтому иногда он действительно работает на коротких текстах очень хорошо. Я пробовал, ну, поскольку все-таки там я больше, да, связан, ну, там, с рекламой и, ну, например, там, с тем же, то, да, я тоже пробовал гонять чат ГПТ с точки зрения, говорю, вот, а сделай мне более, ну, такие кликбейтные, кликабельные там, вот, заголовки. Даю ему какие-то примеры, а он из них там уже начинает там что-то лепить. Вот. Дальше это можно запускать веб-тесты и просто смотреть действительно, что лучше работает. Круто. Скажи, пожалуйста, бывает ли такое? И тогда, если твой ответ – да, то что с этим делать, как с этим работать? Если, вот анализируя какой-то массив, какой-то сегмент данных, мы вдруг обнаруживаем, ну, определенные признаки, что вот этому человеку нужно отправить какой-то набор товаров там или сервисов. И, в общем-то, мы-то, конечно, попадаем в его интерес, но кажется, что его это пугает. Ну, в смысле, что ему это не нравится. Он бы не хотел, чтобы система, ну, так подробно его анализировала. И это в конечном итоге либо может привести к отписке, ну, или еще к чему-то, да? Вот, давай вот эту ситуацию раскроем. Ну, я тут просто приведу простой кейс, как это люди делали, на мой взгляд, идеально. Один немецкий крупный супермаркет, который выпускал карточки, как это некоторое время назад было модно, совмещенный с банковскими. Вот, когда это не просто карточка лояльности, а по ней еще можно расплачиваться в магазинах, там, но благодаря этому они отслеживали все покупки клиента, в том числе в аптеках и так далее. Они научились определять беременность женщины раньше, чем он узнавал ее муж. Это делается очень просто, на основе, в Европе, на основе набора витаминов, если беременность планируемая, то там, как бы, женщина до беременности принимает одни витамины, потом она приходит к врачу и ему показывает результат анализа, да, вы беременны, вот выписывает другие витамины, и обычно женщина их тут же и покупает, выходя от врача. И вот эту покупку очень легко отследить. И они вставили пункт беременные. Дальше что с этим делать? Они аккуратно в тот же момент отправляли мужу очередной каталог своего магазина, где объявляли, что у нас месяц детских товаров для детской спальни с большими скидками. Не здравствуй, друг, мы знаем, что ты отец. А вот просто у нас сейчас в магазине месячник детских товаров, вот по этому промокоду скидки 50% детские кроватки, там все остальное. Мужчина, конечно, узнавал. Он, казалось, вы думаете, зачем мне это? Да, он посмотрел, ну да, окей, откладывает, а вечером ему вдруг на радость новости дорогой, ты теперь будешь отцом, и у мужчины просыпаются жажда деятельности, тут же надо детскую обустраивать. Кстати, какое классное совпадение. Сейчас вот стоит это все купить. И вот это, да, никакого напряга не вызывает. Поэтому ни в коем случае не надо показывать, как вы много знаете о человеке, это можно делать гораздо аккуратнее. Ну да, да. Где он бывает, по каким дням, да, ну и все это. Понятно, что с современными технологиями, я имею в виду там с телефонами, которые там нас трекают и так далее, все это, ну так или иначе мы знаем, все это так или иначе можно получить, но только то, что вы знаете, ну знаете и знаете себе на здоровье, да, вот, но будьте деликатны, как бы, да, в работе с вот там этими данными. Скажи, пожалуйста, я могу привести пример страховой компании, которые действительно, они действительно делали анализ, насколько знаки зодиака влияют на аварийность вождения. Есть прямая зависимость. Ну там не прямо, не по знакам зодиака, но условно по периодам рождения, вот так скажем, есть точная зависимость. И страховая прекрасно знает, кому бы, по идее, надо бы сдать повышенный коэффициент, а кому же делать пониженный. Говорит, мы это знаем, но мы не можем ничего сделать. Мы не можем сказать человеку, что вот из-за того, что ты лев, мы тебе условно сделаем коэффициент 1,1 к страховке. И закон не позволят, и люди не поймут. Здорово, здорово. Да, круто. Скажи, пожалуйста, вот смотри, ну мы вот чуть выше, мы проговорили там про сегментирование, про набор каких-то данных, по которым мы могли бы таргетироваться в эти сегменты и порождать некие сообщения, я говорю, месседж, ну собственно, с чем идти к этому сегменту. И фактически, ну вот да, мы подходим к моменту уже дальше там какой-то коммуникации. Существует масса каналов, как мы можем это там прокоммуницировать. Есть e-mail, с чего, скажем, ваша платформа начинала, но сейчас это как бы не единственный канал. Там есть пуши, там сейчас очень популярны мессенджеры, которые там кажется, что вытесняют там, я знаю, и соцсети, и другие какие-то инструменты. вот расскажи, пожалуйста, как в целом распределяется популярность тех или иных каналов. Может быть, это как-то зависит от возраста. Вот, я не знаю, мы с тобой e-mail читаем, а дети наши уже как-то больше вот в мессенджерах. То есть, вот опять же, исходя из какого-то сегмента, исходя из задачи, как выбирать каналы? Или вот, как говорится, все, данные у нас есть, дальше вот там из пушки по воробьям. Я на самом деле не люблю попытки каких-то построений таких картин, серии вот этого. Для этого возраста лучше использовать вот это, для этого вот это. Современные механизмы позволяют делать это все индивидуально. Вот долгое время по рынку еще ходила вот эта история, когда лучше всего посылать рассылку в пятницу вечером, понедельник утром, какой-то есть волшебный час, волшебное время. Кажется, во вторник. Во вторник. Но у меня есть статистика, что это все ерунда абсолютная. Окей, это как голодный календарю, да? Нет, во-первых, этот день и час у каждого бизнеса свой, исходя из его аудитории. Во-вторых, даже в этой аудитории есть люди, которые в этот день и час это неудобно делать. Есть алгоритмы, которые позволяют вычислить, когда именно конкретному человеку удобно получать письма. Так же и с каналом происходит. Есть наиболее предпочтительный канал у каждого человека, и его можно найти, нащупать, ну, перебрав хотя бы все от самого более дешевого от e-mail к более дорогим к смс-кам, который там самый топ, вот перебрать все каналы и посмотреть, а где он среагировал, где ему было удобно. Окей, попытаемся сконцентрировать на этом канале. Реагирует и дальше, хорошо, все, окей, мы нашли для него канал. Пусть это будет Телеграм, пусть это будет, не знаю, пуши на сайте и так далее. Работает, и все, ничего не трогает. Перестало работать, окей, мы начинаем шуршать рядом и искать, а где он теперь? Во, он сменил там, не знаю, Телеграм на условный какой-то новый мессенджер. Все, мы его нашли, вот там, и давай продолжать. Или переходим на e-mail, все индивидуально. Конечно, есть типичные возрастные особенности, молодежь e-mail имеет, но их читает мало, именно молодежь совсем там 25 минус, 20 минус точнее. Там в основном Телега, да, есть особенность, что люди 65 плюс тоже имеют e-mail формально, но его тоже редко читают, потому что на них работает смски лучше. Вот, но все равно есть люди 65 плюс, которые нас с тобой правильно поучат интернетом пользоваться, и есть молодежь, которая там в e-mail живет и активно им пользуется. Поэтому все индивидуально. А скажи, пожалуйста, вот ты упомянул и уже не первый раз упомянул смски, а вот чуть раскрой, ну, для наших слушателей вот по этому формату, ведь вообще стандартно, ну, стандартно, смска – это не очень длинное сообщение. Нет, я понимаю, что при желании можно, то есть там операторы предлагают, но вот вопрос, опять же, вы как-то изучали, есть ли какой-то оптимальный объем, и тогда, может быть, да, вот решается ссылка, и это там потом куда-то ведет, там, на сайт, на страницу, на лендинг, ну, то есть вот с смсками как продвигаться, что там можно успеть сказать? смс, как правило, средний размер по рынку сейчас – это две смски, ну, вот есть на русском языке, они немножко из-за того, что там кодируются не так, они всегда – две смски обычно уходят на нормальное сообщение, ссылка там есть, одно время люди не делали сокращение ссылок там, потому что пользователи подозревали фишинг, и у банков это до сих пор не работает, то есть если банк завернет свою ссылку через укорачиватель, ее никто кликать не будет, не тот домен, вот, но у коммерции уже нормально работает, то есть если какой-нибудь магазин присылает ссылку укорочен на формате, народ кликает, да, поэтому там можно ее действительно сократить, очень коротко сделать и побольше текста пихнуть, в принципе, работает, очень дорого, поэтому надо очень точно, конечно, коммуницировать, это из пушки по рамяму уже будет вылетать в копеечку. Ну, то есть смска, правильно я понимаю, ну, да, да, нет, правильно ли я понимаю, что смска хороша, поскольку все-таки оператор может определять наше местоположение достаточно точно, то вот смска хороша, если ты там, ну, вот буквально в двухстах метрах стоишь, там, я не знаю, от этого, там, отделения или магазина, и вот тут бабах, и тебе напомнить сказать, слушай, тут вот за углом, прямо иди сюда заходи. Это теория так хорошо работает, но на самом деле работает вообще не так, потому что смски, которые отправляют бизнес через нас, не имеют доступа к операторским данным, операторская смска, которую он действительно знает, когда пользователи ходят, это отдельно покупается у операторов, как рекламная компания, вы не покупаете базу, а вы покупаете именно как распространение рекламы через канал оператора, тем, кто ходит рядом с этим магазином, заказывается она условно за месяц, и в какой момент человеку придет, вы вообще не без понятия. Поэтому то, как ты описал, так работают пуши как раз. Вот мобильное приложение, замечательно, это ваше собственное мобильное приложение, как бизнеса, замечательно отслеживает географию клиента, что он подошел к вашему торговому центру, к вашей точке продаж, и в этот момент его могут прислать мобильный пуш. Вот так работают мобильные пуши как раз. Сейчас, чьи не получатся, тебя ждет скидка, в нашем магазине заходи. На этом торговом центре, где ты сейчас находишь, третий этаж там и так далее, через 40 минут она сгорит, беги быстрее. Вот это замечательно работает. Для этого существуют мобильные пуши. СМСки, к сожалению, это способ именно достучаться до клиента, когда не сработало вообще больше ничего. У меня такой вот вопрос, знаешь, он, во-первых, у меня болит, вот прям, ну, как говорится, вот прям у меня болит, я имею в виду, за мой бизнес, за который я отвечаю. Но очевидно, что это и многим слушателям будет интересно. История такая. Для меня e-mail'ы работают великолепно. То есть я вижу, что эти клиенты со мной и живут дольше, и чеки выше, и, как вот мы там чуть выше говорили про, ну, сложные KPI с точки зрения там лояльности или чего-то, что эти клиенты и покупают энное количество продуктов там на платформе. И это вот прям так. Но я понимаю, что, ну, вот у меня ограничена база. Вот несколько десятков тысяч там, скажем, вот там, да, моя база. А я бы, в общем, масштабировал вот этот канал, но если бы у меня было не несколько десятков тысяч e-mail адресов, а там несколько сотен тысяч, как ты говоришь, как у одного там зеленого банка. Вот. Вот вопрос, что мне делать? Что делать таким, как я? Что да, e-mail'ы работают. Как мне наращивать базу? Ну, здесь есть два аспекта. Первый, вдруг у тебя есть больше клиентов, гораздо больше, но которые оставили телефоны, например, это один кейс. Добыть e-mail из своих же клиентов, которые, как бы, по идее, с тобой, ну, просто не оставили e-mail, и это один кейс. А второй кейс, когда просто вот, нет, ну, всего 10 тысяч клиентов, хочется больше. Вот сегодня второй кейс, на самом деле, так просто не решается никак, потому что это, добывать клиенты, людей с улицы, ну, просто незаконно, вспоминаем, опять-таки, пункт первый, Роспотребнадзор, ФАС и так далее. Добыть несложно, толка от этого не будет, потому что, очень быстро, Mail.ru и все другие почтовые клиенты сообразят, что это тут просто спам, и заблокируют еще на этапе рассылки, то есть, дойдет единицам уже, вот, заблокируют там, и потом вообще никакие-то рассылки не сможете делать. И потом еще, не дай бог, кто-нибудь пожалуется, да не полениться отправить заявление в Роспотребнадзор, придет еще и шаг, довольно неслабый. Вот, поэтому, если вот так просто, поискать e-mail, и нет, не работает, надо добывать новых клиентов, много, и спрашивать на них контакты. Если есть как раз клиенты с телефонами, или там, с другими видами контактов, но хочется их перевести в e-mail канал, да, это задача решаемая, ну, тут, во-первых, конечно, можно какой-то креатив придумать в тех каналах, которые вы с ними общаетесь, посылать на смски, например, что если ты сделаешь заказ через e-mail, у тебя будет скидка такая-то, там, укажи e-mail, и мы тебе подарим чего-нибудь, самое простое. Есть сервисы обогащения данных, я их знаю, мы с ними иногда работаем, то есть, если клиент спрашивает, мы их к ним отправляем, да, которые по телефону, FIO, дате рождения, могут найти e-mail, актуальный работающий. Там надо аккуратно его тоже прогревать, ну, то есть, не в смысле сразу начинать рассылки, а написать, что вот, да, вот, Михаил Иванович, там, вы, вы, вы наш клиент, вы с нами там общаетесь, мы, не против ли вы начать с нами общение в e-mail канале, напомните, да, если там, как бы согласны, если ничего проигнорируете, мы его ничего больше посылать не будем, вот в таком аккуратном режиме можно, да, действительно по обогащенным данным попробовать конвертировать в e-mail канал. Понятно, ну, то есть, да, все сложно, окей, а тогда, ну, смотри, мы с тобой вот в моменте, где говорили про, там, те же чат GPT, допустим, про, про ИИ, как можно конкурировать за внимание внутри почтового ящика? Я имею в виду, ведь, когда письмо приходит, ну, мы видим, ну, вот буквально там две строчки, там, не знаю, название и, может быть, вот, ну, в смысле, не название, в смысле, заголовок и там, ну, какой-то вот там чуть больше там под заголовок. И при этом мы понимаем, что у клиента, кроме наших рассылок, есть еще там какие-нибудь, раз. Кроме того, если это ящик на каком-нибудь там, ну, не знаю, Яндексе или там Гугле, то они еще и делают, значит, вот эти вот, ну, там, такие специальные папочки, причем зачастую, ну, просто вот автоматизирован, ты когда-нибудь просто согласился, что вот они это там как-то сортируют в почтовые рассылки. И поэтому, ну, вот письма попадают куда-то вот прям, ну, далеко, как говорится, вот не прямо тебе на глаза, а вот они там в папочке, а в папочке их таких еще там сотня. Вот есть ли какие-то, какие-то еще рекомендации, кроме как, ну, такие броские, хлесткие заголовки? Ну, здесь рекомендации, на самом деле, две. Первое, это история взаимодействия. Ну, то есть, если человеку интересно вас читать, он будет стараться ваши рассылки замечать и постараться, чтобы они перевелись из папочки, там, не знаю, коммерческие куда-нибудь, все-таки уходящие. Вот. Можно подсказать, как ему это сделать. Типа, если вам нравятся рассылки, добавьте нас там этот адрес в адресную книгу, он будет вам падать там куда-то более актуально. Но, в первую очередь, тебе надо быть интересным. Вот та самая история, когда мы сначала развлекаем клиента, дружим с ним, вот, тогда он начинает нас замечать. Вторая есть хитрый секрет, это как раз попадание в нужный момент времени. То есть, мы как платформа, которая там всем, каждому россиянину отправляет несколько писем в день, прекрасно знаем, когда этот каждый россиянин эти письма читает, в какой момент. И причем, когда он читает, предпочитает читать письма, в своей серии от банков, когда от коммерческих, там, компаний с какими-нибудь вау-эффектами, когда он вообще все удаляет, не читая и так далее. Поэтому можем уже клиентам предлагать такую фишку, чтобы доставить письмо в тот момент, когда человек находится в папочке входящей. Вот, ну, когда он обычно сейчас вот читает почту, он наиболее восприимчив, если ему всплывет уведомление, вам пришло письмо, вероятность того, что на него кликнет гораздо больше, чем когда он с утра откроет, не знаю, не с утра, а после какого-нибудь важного дела откроет в обходящий, там вот такой вот список, как вот спам, оно все выделяет и выдаляет нафиг, не особо вникает в эти заголовки. Вот, поэтому время, это да, очень серьезно влияет. У нас есть кейс, когда 300% поднялись в продаже через e-mail, когда они начали приходить в нужное время. Ну, это прямо очень эмоциональный товар был. Вот, и второе, это история взаимодействия, чтобы вы были интересным человеком. Да, все. Больше, к сожалению, ну, хлесткие заголовки, кстати, не всегда работают, иногда даже отталкивают. Была такая в свое время мысль, что если писать точные цифры и обращаться по имени в заголовки, то это лучше работает. Одно время да, потом люди поняли, что это как раз самый отчаянный спам, ненужный, неинтересный, прячется как раз за такими вещами и перестал работать вообще. Стало наоборот работать. Вот, то есть, вот хлесткие заголовки не всегда спасают, к сожалению. Скажи, пожалуйста, ну, я считаю, что очень, конечно, то, о чем мы говорим, это очень важно, потому что, опять же, вот люди, существа, ну, такие, как мы говорим, аналоговые, ламповые, ну, такие живые, теплые, и, в общем, с ними нужно разговаривать. И то, что вы делаете, ну, мы сказали, начав, может быть, с e-mail'ов 20 лет назад, сейчас выбираете в себя вот все больше каналов и фактически являетесь некой там омниканальной такой коммуникационной платформой. Что мешает развиваться? Что является для вас сдерживающим фактором? На самом деле, наверное, законодательные инициативы, в первую очередь, скорее иностранные, в России их пока нет, но, да, вот в Европе, как я понимаю, сейчас гораздо сложнее работать с персональными данными, вот, но в целом, наверное, я бы не сказал, что сейчас что-то, вот кроме, кроме вот этого запрета на Куки и большой беспокойностью распространения персональных данных, все остальное, на самом деле, практически не мешает. А что с кадрами? На самом деле, частью думающие маркетологи. Да, вот неопытность клиентов и неразумность их действий, да, то есть у меня вот есть выпивающий случай, когда один из клиентов, имея очень много телефонов и FIO, вместо того, чтобы данные попытаться обогатить, придумал очень простую штуку, а давайте мы по FIO попытаемся не генерить e-mail'ы, то есть если у нас есть Пупкин Вася, мы берем, придумываем e-mail кубкин.вася.собака.mail.ru кубкин.вася.собака.gmail.com и так далее. Нагерим 3 миллиарда e-mail'ов и попробуем по ним таким образом разослать и кто-нибудь да откликнется. Вот от таких вещей этих клиентов очень тяжело отговаривать, потому что они же уперты, они же все знают. Вот их штраф не пугает, подумаешь, один раз мы заплатим русскому надзору, зато прибыль будем пожимать вечно. Слушай, а скажи, пожалуйста, с точки зрения штрафов, да, ты вот упомянул, ну, окей, спам-спамом, а что нынче с точки зрения маркировки e-mail'ов, как будто некого рекламного канала или нет? Практически не работает, ну, то есть закон о маркировке срабатывает в e-mail-канале только если вы в e-mail-канале рекламируете кого-то еще. Ну, то есть если у вас... То есть если ты сам про себя, тогда можно? Сам про себя, можно писать все, что угодно, в e-mail-канале практически не попадает никаким образом. Единственное, что вот прямо может попасть, это вот там пример был, кстати, штрафовали даже, по-моему, какую-то коммунальную службу, которая рассылала счета в виде PDF-л, и там же размещала рекламу компании, которая им за эту рекламу заплатила, то есть там покупайте наших слонов. Весье баннер на счете, который рассылает коммунальная компания. Вот это да. И, собственно, по закону рекламы их штрафанули тогда, и по маркировке рекламы сейчас это требовалось бы маркировать. Вот это единственный кейс, наверное, где закон о маркировке касается e-mail. Если мы рассылаем по своей собственной базе, так же, как и блогер, если он пишет свои собственные блоги, даже если он делает обзор каких-нибудь, там, не знаю, фильмов, книг и так далее, это не является рекламой. Когда мы делаем информационные обзоры или когда мы рекламируем свои товары на своих же собственных площадках, это не подлежит маркировке. А скажи, пожалуйста, учитывая вот, ну, может быть, вот пандемию, там, например, вот она как-то повлияла на, ну, вот коммуникации и то, как они строятся. Может быть, не изменила в корне, но тем не менее, вот как-то поменяла, не знаю, приоритеты, предпочтения. Ну, события начала 22-го года. Вот как ты видишь, ну, следующие, может быть, полтора-два года, вот куда все идет, как все будет развиваться? Ну, единственное, что можно выявить, что пандемия резко увеличила онлайн-продажи в целом, конечно, то есть люди опробовали удаленный формат покупок и многим понравилось, поэтому люди стали больше из e-mail'ов покупать. То есть если раньше e-mail сложнее конвертировался, особенно вот чем ближе к таким традиционным оффлайновым покупкам, тем сложнее e-mail конвертировался в продажи, то теперь люди, в общем-то, из e-mail'ов покупают чаще. Это, наверное, единственное, ну, вообще из каналов коммуникации, покупают чаще. Это, наверное, единственное, что изменилось с пандемией. С февралем, наверное, я не вижу каких-то прям серьезных изменений. Ну, кроме ухода, может быть, иностранных игроков, которые еще и местами поудаляли базы, ну, вообще все. Нет, в смысле, нам как бизнес стало намного удобнее, у нас половина конкурентов ушла, да, да. В это я, конечно, почувствовал, безусловно. Я имею в виду для потребителя, потребительское поведение не сильно поменялось, там есть предпочтение в брендах, но не более того. А вот что есть тренд, и он, на самом деле, не зависит, наверное, от описанных событий, это то, что человек наконец понимает, что с его данными можно хорошо работать, аккуратно, и когда там мужчине присылают коллекцию женских платьев, раньше это воспринималось юмором, а сейчас это вызывает уже возмущение. Потому что есть примеры, когда компании очень аккуратно, корректно работают с данными, действительно о клиенте заботятся, и он уже понимает, что это можно делать, что это несложно. Если даже там какой-то небольшой интернет-магазин с этим может работать, то когда какая-то крупная компания начинает опять делать какие-то массовые рассылки без учета его интересов, пола, возраста и так далее, то это уже вызывает возмущение. Поэтому тренд стоит на то, что люди требуют больше индивидуализации коммуникации, персонализации. Не только просто обращение по имени, но именно контент, чтобы подбирали правильно. И это вот, наверное, тренд, который сейчас будет. Чем дальше больше. Раскрой чуть-чуть, вот подробней. Вот ты сейчас об этом упомянул, и я видел это в твоих прошлых интервью. Очень интересно то, что ты сказал. То есть, фактически, e-mail может являться неким самостоятельным носителем, самостоятельным своего рода для наших слушателей, для понимания как бы сайтом. То есть, из e-mail вот куда-то переходить не нужно. Вот как ты сказал, что аудитория уже как-то научилась покупать прямо из e-mail. Вот вообще никуда не переходя, не делая вот этот дополнительный клик. Или... Нет, ну нет, клик, как правило, делают, да, но есть технология, ее, к сожалению, просто не очень многие освоили, потому что сейчас объясню, почему. Есть AMP-технология, ее внедрил сначала Google, потом ее внедрил у себя Mail и Яндекс, и поэтому, ну, можно сказать, что большинство рынка охвачено. AMP-технологии действительно позволяют использовать скрипты в письме, но это только при условии, что используется почтовый клиент, который их поддерживает тоже. Ну, то есть вот Алпу, например, не поддерживает традиционный. Поэтому это некое уменьшение аудитории, но и, в принципе, по моей оценке, ну, процентов 40, наверное, 50 сейчас рынка получатели писем могут уже AMP-технологии получать. Да. И AMP-письмо позволяет в сестре устраивать скрипты в письмо и позволяет делать и игровые механики, и опросы прям интерактивные. То есть вот мы для Сбера делали опрос, например, где-то там каждый следующий вопрос в письме же менялся в зависимости от предыдущего ответа. То есть человек в письме не проходит опрос, и у него подгружаются следующие варианты. Вот. И там же можно продавать без перехода на сайт. То есть есть кейсы, когда прямо в письме принимают платежную информацию, происходит бронирование номера. Booking Kong, кстати, делала AMP-письма, вот, делает до сих пор. Класс. Вот. Происходит бронирование товара прямо в письме без перехода на сайт. Вот нет этого лишнего перехода. Слушай, ну, я даже, я говорю, я этого не знал. Да, узнал из твоих интервью. Ага. В чем сложность? Это требует, ну, то есть постоянно письмо не просто девочка-маркетолог написала красивый текст, верстальчик картинки вставил, а еще разработчик подработал эти самые скрипты, то есть их надо встраивать. И вот этот вот этап, к сожалению, не очень многие компании сейчас себе могут позволить или, не знаю, хотят позволить и так далее. То есть пока не поняли, что в этом есть действительно большие деньги. Также, кстати, между прочим, есть новый формат SMS, который тоже вот мало кто использует, там, где можно тоже делать картинки, которые круче, чем мессенджер даже выглядит. Тоже, к сожалению, мало кто использует, потому что... Слушай, а мы сможем дать вот, ну, потом просто какие-то, какими-то, ну, скриншотами, вот уже по итогу подкаста, ну, просто дадим какие-то вот те вещи, о которых ты говорил, ну, примеры опубликуем, покажем. Ну, тут, к сожалению, надо видео скорее показывать, потому что вот есть прямо видео, как в письме Booking.com можно забронировать номер. То есть ты получаешь email, вот тебе нравится отель, ты прямо вот в письме выбираешь количество ночей и так далее, нажимаешь окей, все, спасибо за бронирование, вы можете оплатить его на сайте, там, ну, он уже забронирован, например. Я упомянул, что Mail Яндекс поддерживает, то есть я просто к тому, что для наших слушателей, что фактически, если это будет, ну, вот какое-то созданное такое вот письмо с АМП, вот встроенный там функционал, и это будет, ну, как минимум, вот абонентам MailA, Яндекс, ну, в смысле, те, у кого почтовые ящики на них, то люди увидят это письмо, увидят его корректно и смогут вот там прям с ним взаимодействовать, даже без необходимости переходить. Да, да. Ну, кстати, там есть автоматический механизм, то есть вы составляете обыкновенное письмо, HTML и АМП-письмо, и оно автоматически определяет, если у человека поддерживается АМП, ему присылается АМП-версия, если у него не поддерживается АМП, он получит обыкновенный HTML-формат, старый знакомый, поэтому здесь как бы эксперимент... Это как в нашей молодости, когда у кого-то флэш поддерживается, у него была флэш-анимация, а у кого-то нет, туда гифка летела, да, все понятно. Да, ну, все то же самое, это делается автоматически, поэтому с точки зрения ущерба после такой рассылки никакого нет, единственное, что требуется трудно затраты для того, чтобы это АМП-письмо составить. Ну, кстати, самое популярное, что составляют в АМП-письма многие, это каруселька товаров, ну, то есть не просто картинка, как в соцсетке прокручивают. Вот это самый простой скрипт, его здесь тоже многие используют. Механика бронирования, это все-таки, это покупки прямо в письме, это сложнее. Кстати, еще, кстати, вот то, что АМП-письмо умеет, это собирать контент в момент открытия, то есть был кейс классный, супермаркет делал, если у человека идет дождь, ему показывалось там зонты, плащи и так далее, а если у человека светит солнце, и в выходной день ему показывались товары для пикника, то есть это пятница, там, суббота. То есть менялся контент письма в зависимости, не в момент, как мы делаем обычно, в момент отправки, а в момент открытия письма у человека, то есть менялся целиком контент. Потрясающе. Что на АМП-письме делать. Потрясающе. Потому что, как ты сказал, неважно, молодежь, не молодежь, там, может быть, они откроют это письмо через неделю, а может быть, через два дня. И это какие-то вот на данный момент другие условия. И то, что он прям тянет текущую вообще вот, ну, обстановку, там, неважно, это, может быть, связано с трафиком, я имею в городе, вот, на районе, или там с погодой, ну, вот то, что ты сказал, да. И вот подгружаются прям вот текущие актуальные данные. Обалдеть. Невероятно. Давай, наверное, закончим на, ну, каких-то наставлениях, рекомендациях. То есть ты человек опытный, насмотренный. Порекомендуй что-нибудь нашим средне-малым бизнесам, которые, в общем-то, вот нас слушают наши подписчики. Как работать с... Да я, наверное, по сути, повторю рекомендацию. Относитесь к потребителям, как к людям, с которыми вам хочется подружиться. Тогда им будет хочется, хотеться подружиться с вами. То есть относитесь с уважением, старайтесь делать им интересно и приятно, а не пытаться выжить их, как вот этот самый, отдай еще денежку, я тебя отпущу. Нет. Относитесь как к другу, старайтесь завязать отношения, и тогда у вас это скажется на продажах. А вот наоборот не работает. Если будете пытаться спаривать, да, один раз спарите, другой раз не придется. Поэтому все очень просто. Выстраивать отношения, не продавать. Долгосрочные, главное. Долгосрочные отношения, это всегда выгоднее. Классно. Да. Глеб, огромное спасибо. Спасибо большое. Сенсею успехов, тебе успехов. Взаимно. Классно поговорили. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласил. Спасибо. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова До новых встреч.